И снова здравствуйте, всем привет! Итак, давайте сейчас персонажу подключим хитбокс, как это все дело делается. Так, значит, shift-a, добавляем mesh, добавляем куб, поднимаем куб повыше, вот так вот. Ставим его в объекте, настройку ему ставим прозрачность, заместо текстуры ставим bound. Получается вот такой у нас куб. Теперь, подгоняем его, значит, под нашего персонажа, и с помощью транспоза сплю с ним немножко, вот так. Теперь нужно сохранить вот этот скайл размер, который был изменен. Так, уменьшим чуть, так, подгоним по ногам, и Ctrl-A, жмем скайл. Сохраняем измененный размер вот этот. Так, что еще нужно сделать? Заходим теперь вот где у нас бокс, можно бонс поставить внешний вид и, допустим, капсула. Ну, чтобы красивее было, да, вот так, с капсулой. Вот в таком вот виде, чтобы он был. Так, смотрим дальше. Что у нас есть? У нас должна быть настройка на вот этот, на эту капсулу, на хитбокс. Это физика. Ставим ее на характер. Так, здесь пока ставим таким образом, коллизию поставим. Можно включить актор. Так, на кости. За место статики ставим No Collision. На персонажа ставим No Collision. На все детали, которые находятся, значит, у нас на персонажа, не должно быть столкновения никакого. Иначе внутри бокса будет происходить, значит, конфликт. И персонаж будет или улетать, или еще что-нибудь этакое ненормальное делать. Так, пока аж скроем кости. Выберем глаза у лошади. Тоже No Collision. Всякие вот эти вот ремешки. И это тоже нужно установить без столкновения. Так, всякие ремни тоже не забываем. Если у вашего персонажа какая-то штука, это есть, да? Так, опять же, не забываем глаза у персонажей. Так, поближе поставлю, что-то не зацепляю. Так, No Collision. И вот это для вас тоже оно же. Так, ну вроде бы, наверное, ничего не забыл. Так, вот этот ремень. Так, так, проверяем. Вот она тоже. Так, так, так. И хвост. Хвост еще тоже. Альт-Аш возвращаем кости. И теперь нужно кости вот эти выбрать и привязать их к хитбоксу. Это через Shift, левая кнопка мыши, Ctrl-P, делаем Object. Так, на землю у нас стоит статика. Коллизия отключена. Здесь все отключено. Так, выбираем персонажа. Хитбокс. И давайте ему подключим какую-нибудь анимашку. Так. Заходим в Dropsheet. Выбираем кости. Переименовываем. Это будет у нас, значит, Валк. По прошлому ролику это действие. Значит, посмотрите. Запоминаем. 33 кадра. Если какие-то анимации загрузились еще помимо этого. Заходим в Актер. И вот это ненужное. Все удаляем. Delete. Остается у нас только, значит, Валк. И... Так, что это еще? А ну-ка. Земля, да? А ну-ка, находим землю. Экспорт отдельно, она да? Значит, теперь опять заходим в Blender файлы. И вот этот World надо удалить. Тоже ненужная штука. Возвращаемся назад. Вот у нас есть земля. Давайте переименуем. Ну-ка, по-английски, да? Земла. Пускай будет. И, значит, вот это будет у нас Hitbox. Сразу переименуем. Hitbox. Так, ну, вроде бы все. Теперь подключаем, заходим в логистику Briggs. Выбираем, значит, наш Hitbox. Подключаем ему Keyboard клавиша W. И подключаем ему, значит, Motion. Motion ставим по Y, минус 0, точка 0, ну, пускай будет 3. Enter. Так, следом выбираем кости. Заходим, подключаем на кости, опять же, Keyboard. Опять же, W. И, так, пардоньте. Сначала подключаем Allwise. И подключаем Action. Это будет у нас Valk. Ну, допустим, вот Valk. 33 кадра. Так, и будет работать он Loop Stop при отключении клавиши, да? При нажатии. Так, что еще, чтобы не забыть. Теперь подключаем, значит, Keyboard. Это будет клавиша W. Следом у нас будет Actor. Это будет у нас Valk. 33 кадра, а ну-ка. Так, Loop Stop. И, так, данная Action поставим сид. Постоянно спокойствие, да? Тут, не знаю, Play поставить пока может. Ну, сейчас посмотрим. Так, нажимаем P английскую. Смотрим, что произошло. Наш персонаж улетает. Так. Если здесь поставить Valk, здесь поставить Loop Stop. Выбираем. А ну-ка, P. Вот, видите, он уходит. Смотрим, значит, где-то какой-то есть конфликт. Характер Actor. Отключим. P. SK. Так. Столкновения вроде нет. Смотрим, возможно, где-то внутри еще есть вот эта вот штука. Которая, значит, сопротивляется, да? Так, ну, вроде бы ничего нет. Ну, наш персонаж как бы продолжает улетать. Так, ну, здесь вроде бы все нормально. А, вот еще что может быть. Зубы. Так, а ну-ка. Да, вот она, статика. Я не отключил видимость зубов. И вот они, верхние. Тоже на статике. И они как бы дают вот эту конфликтность, да? Так. Alt-H. Возвращаем видимость костей. И жмем английскую P. Вот он постоянно идет. Это не есть good. Значит, на rig, на постоянку поставим сид. А ну-ка, P. Вот он будет постоянно проигрывать вот эту, как бы, спокойную позу, да? И почему-то нехорошо это все, как бы, работает. Если я сюда, значит, поставлю... А ну-ка, Valk, P. Где-то клавишу какую-то, возможно, я не включил. А ну-ка, тут оставляем сид. W включено. А нету подключения у меня вот. Не подключил. Косяк. Так, теперь P. Он стоит. И вот он едет. И почему-то на Актор, на Актор, да? Вот он сид. Тут нужно ставить Valk. Так. Ну, в принципе... Актор, актор, кейборд. Так, ставим тут 10 кадров на... А, 80, да? 80. И поставим вот это единичку. Приоритет, да? P. И анимация, как бы, у нас... Не хочет с этим актором работать. Так. Так, если это так... Алвайс пока я отключу. И тогда вот он у нас идет. Персонаж, да? А ну-ка, ctrl-z, ctrl-z, ctrl-z. Так, не соединил я вот эти вот тоже походки. Так, смотрим. Английская P. Стоит, идет. Все нормально. Смотрим теперь, как он находится на уровне земли. Это можно shift-a. Добавить камеру. 0 на нампаде. Shift-y. Отходим. Поднимаемся. Смотрим на ноги. Так. Смотрим на персонажа. Жмем P. Все, персонаж стоит на нашем этом... Как его сказать? На нашей земле, да? Вот, постоянно у него проигрывается анимация. И вот он ушел. Вот так подключается, значит, хитбокс. Все, на этом всем пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok